Побороться за титул лучшего мотогонщика в Змеевском районе собрались спортсмены из разных областей Украины. Там прошли всеукраинские соревнования по мотокроссу. Андрей приехал из Луганской области. Мальчику всего 11, а он уже два года не расстается со своим двухколесным другом. Впервые на гоночную трассу его привел отец. Нет, не заставлял, он мне показал, как бы поехали на гонку снежную. И там с того все началось. Вот чувствую, видите? Лишь бы только не упал. За Андрея переживает родная тетя. На ее глазах мальчик приходит к финишу первым. Говорит, сумел поквитаться с давним соперником. Я как бы его никогда не обгонял, как бы, Данилу Довик, а в этот раз обогнал. Чтобы добиться высоких результатов, нужны постоянные тренировки и хороший мотоцикл, рассказывают родители спортсменов. Мотоспорт – занятие не из дешевых. Если считать часа тренировки, 100 гривен, не считая мотоциклов. Экипировка буквально около 80 тысяч евро обошлась на одного. Мотоцикл хороший, тюнингованный – 10 тысяч евро. На дорогих тюнингованных мотоциклах спортсмены соревнуются не только друг с другом. Противостоять приходится и дороге. Трасса непростая, отмечают гонщики. Слишком много препятствий. Чиновники обещают в следующем году обустроить новую. Она будет недалеко от города, она будет даже в черте города, на территории бывшего кирпичного завода. Там позволяет ландшафт, рельеф и все инфраструктурные есть возможности. Туда подходит дорога, есть освещение, есть возможность организовать полив. В этом году мотокросс под Змеевым стал всеукраинским. В следующем, обещают чиновники, новую трассу смогут опробовать иностранные спортсмены. Валерия Шапаренко, Борис Буцевич, Медиагруппа Объектив.